Добрый день, дорогие мои! Вы на канале Привет Ангела, с вами Народный Батюшка. Ну и я там начал рассказ, вернее, дополнение к книге «Труженик Божий», которую написал иеромонах Нектарий Соколов. Я думаю, он не один, конечно, это делал. Это про моего духовника, про моего духовного отца, отца Наум Баебородина, который 30, ну, может быть, без года, без двух лет меня попекал и попекает, так как у нас осталась духовная связь, и для меня батюшка не мёртвый и не лежащий там под каким-то крестом, куда надо поехать. Для меня он жив, и мы с ним общаемся, и в Царстве Небесном ему нравится, ему нравится как там. Поэтому я прочитал эту книгу, и у меня к этой книге есть и мнение своё, есть тут отрицательные некоторые вещи, но есть и дополнение, потому что я оказался в некоторых ситуациях и участником тех событий, которые здесь описаны, а иногда их и видел немножечко с другой стороны, чем здесь описано. Кстати, батюшка про книгу сказал, что немножечко они там поднапутали, и есть отсебятина. Отсебятина. Поэтому те, кто с ним имеет отношение, читаете когда, спрашиваете, а здесь что? Вот он прямо говорит, ну, здесь чуть-чуть напутали, а здесь немножко отсебятина. Ну, в целом книга неплохая, главное, что всё равно вот эта биография отца Наума здесь есть. Правда, если бы была только биография, то я вам скажу так, было бы вот только столько от этой книги. Если бы ещё то, что про отца Наума сказано и не повторёно, там некоторые вещи прям по три раза повторяются, то, наверное, вся книга была бы вот такая. Ну, вот это всё... Нет, тут я очень доволен, что расширяется через судьбы других каких-то людей и святых. И так, в общем, всё равно я доволен, что эту книгу прочитал. Конечно, она не очень художественная, то есть батюшка не владеет художественным словом, да может быть и хорошо, потому что тогда бы мы с вами видели ещё книгу в два раза толще. Ну и немножечко, не знаю, что он историк или не историк, но чуть-чуть, вот так как исторически некоторые вещи тоже изложены не в правилах истории, где сначала одни даты, потом другие, потом возвращается, отсыл к этим. Ну, критику я, наконец, оставлю. Давайте не будем так. Будем так говорить. Сейчас я вот в этом ролике хочу рассказать про то, как отец Наум относился к маршалу Василевскому. Здесь есть глава, где он осмысляет Вторую мировую войну. Вот здесь эта глава и роль военачальников. И я вам зачитаю, как здесь описано про маршала Василевского и про отношение его батюшки к нему. Батюшка видел особый промысел Божий и его милость даже в том, что Господь поставил во главе наших войск, выдающих стратегов, сумевших превозмочь весь опыт, всю жизненную, железную организацию прославленных военачальников Третьего Рейха. Он высоко ценил и почитал маршала Борис Михайлович Шапошникова и его ученика Алексея Сандра Михайловича Василевского. Оба этих военных специалиста, бывшие еще царскими офицерами, обеспечили свои трудами преемственность теми лучшими, что было в армии императорской России и создали современную военную науку, которая позволила русскому народу одержать победу в самой страшной тяжелой войне в его истории. Для отца Наума был важен тот факт, что маршал Василевский происходил из семьи потомственного православного священника, служившего в Кенишемском уезде и сам успел до Первой мировой войны окончить духовное училище и семинарию. Батюшка понимал, что за маршалом устояла сила молитв его благочестивого рода, укрепляющего этого советского стратега, его тяжелейшее ответственное услужение на посту начальника генерального штаба и командующего фронта. Ведь именно Александру Михайловичу Василевскому наша страна была обязана тщательной и гениальной разработкой крупнейших и важнейших операций всей войны, начиная с подготовки к наступлению под Москвой зимой 1941-1942. За ней последовала легендарная Сталинградская битва, где им был спланирован знаменитый котел для 6-й армии Паульса, и где его личное руководство войсками на котенческом направлении не позволило прорвать блокады танковой группе армии генерала-фельдмаршала Манштейна. Вникая лично во все детали, Василевский готовил операцию по освобождению Донбасса, Украины, Крыма. Затем, будучи уже командующим 3-й Белорусским фронтом, он блестяще провел штурм Кенигсберга, разгромил крупную землоданскую группировку, освободил Восточную Пруссию, где гитлеровцы рассчитали надолго задержать советские войска. Заключительным же великим деянием маршала было руководство разгромом миллиона японской квантунской армии на Дальнем Востоке в августе 1945 года, занявшим всего 24 дня и фактически завершившим Вторую мировую войну. При всех своих заслугах маршал Василевский всегда оставался необычно скромным, смиренным человеком, никогда не повышавшим голос на своих подчиненных, но при этом твердо отставивший решение в правильности которой он был убежден, и даже если они и шли в разрез с пожеланием Ивы Сталина. Ну и тут еще чуть-чуть есть про него, но, кстати, про Ивы Сталина я тоже расскажу, мнение батюшки, а здесь в книге этого мнения нет. Про Василевского. Тут написано, что он служил в Кенишемском, значит, уезде, и батюшка как-то мне говорит, «Отец Михаил, ты же там из Иваново, ты знаешь, где Кенишема?» Я говорю, «Ну я Кенишема-то знаю, я недалеко родился, я в родниках, говорю, родился, вот-вот-вот, слушай, вот там где-то служил отец маршала Василевского, ты мне можешь сказать, где?» Я говорю, «Хорошо, я узнаю». И у меня в родниках был редактор газеты Марков Борис Степанович, под руководством которого я несколько лет работал в газете, и он был очень грамотный историк, я, кстати, говорю, был, а не знаю, жив он, не жив. Вот. Но я уже, будучи священником, еще имел с ним связь, и я к нему обратился, Борис Степанович, подскажи мне, а вот сейчас я чуть-чуть, может быть, и попутаю, был Борис Сафронов там, историк-то в музее, я в музей приехал, вот сейчас точно вспоминаю, в Родниковский музей, там был Сафронов, я его спросил, подскажи мне, знаешь ли ты такую историю, что маршала Василевского, отец где-то здесь служил в Кенишемском этом, Сафронов-то, потом с Бадылиным мы еще, тут есть еще такой Ивановский историк, тоже на эту тему разговаривали, он тоже был очень заинтересован и обещал мне описать вот то, что я сейчас вам расскажу, но так у него и не получилось. Так вот, он говорит, да, да, служил в деревеньках, есть такая деревня, деревеньки, и там церковь есть, вот, еще, по-моему, говорит, он еще и в Парское, рядом с Парским, забыл, Плоскирева, нет, забыл еще там интересных, в общем, да, он, говорит, здесь служил, но уехал, он куда-то уехал после этого служения, ну, и я так думаю, ну, да, уехал и уехал, куда он уехал, не знаю, но это в самом начале было моего служения, кстати, но я здесь живу в Пистяках, дружу здесь с людьми с хорошими, и здесь был такой Михаил Ван Шонников, и Екатерина Шонникова, Михаиловна тоже была, святые люди, это святая, абсолютно святая семья, вот, я знаю, что они святые, и общался недавно, они так обрадовались, Екатерина говорит, я там пироги пеку, а Михаил Ван Иванович говорит, я все, плету корзину, он плел корзину, вон у меня корзина его стоит, я говорю, как там в раю, что, тоже пироги пекут, да, говорит, все здесь так же, как та, только духовная, ладно, но это так уж, отвлечение, и вот однажды Михаил Иванович мне говорит, отец Михаил, там в Воронятах деревня есть, здесь близко, километров 8, наверное, а напрямую, даже ближе у меня, храм красивый стоит, интересный храм, и, значит, надо бы его восстанавливать, он брошенный, я говорю, ну, поехали, посмотрим, Михаил Иванович, мы с ним приехали, я так восхитился этим храмом, я сейчас вот вспоминаю, я в Патриосении, потому что он сделан по технологии, может быть, кто-то был в Свято-Озерском монастыре, там, Казанский храм, без столбов, однокупольный, огромный купол такой, и когда стоишь в этом, в середине этого купола, то в Казанском храме, по-моему, полторы минуты эхо ходит, вот так, если скажешь, Господи помилуй, и он ходит, ходит, Господи помилуй, Господи, 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 долго ходит, ну, может, я ошибаюсь в цифрах, мы с матушкой там замеряли, это был уникальный, кстати, этот замер помог восстановить потом, она с этим уникальным храмом и восстановили, и здесь однокупольный, такого же строения, и того же архитектора, храм, только красного кирпича, местного оказалось, красного кирпича, и с этим же эхом, там скажешь, и вот это эхо гуляет, а в алтарь зайдешь и скажешь, о, какая такая красота, и стоит храм брошенный, брошенный и без алтаря, я думаю, как же он без алтаря-то, а оказывается, его построили в 14-м году, а дальше, вот, сами знаете, война и все остальное, и алтарь-то не успели поставить, не успели поставить, и около храма стоят три человека, не просто стоят, они могилку поправляют, могилка, на ней крест, на кресте что-то написано, они ее тут посадили, какие-то цветочки, я вижу, они меня увидали, обрадовались, батюшка, батюшка, подойди к нам, батюшка, вот сейчас мы закончим, вот, вот мы сейчас цветочки, вот, вот тут, подождись, мы немножечко закончим, вот, вот там святой источник, показали святой источник, даже назвали в честь кого этот святой источник, это говорит, этот батюшка его освящал, я говорю, а кто это лежит? Они говорят, так это отец маршала Василевского и мама его, я говорю, как отец? Как мама? Он же там служил, в деревеньках служил, а вот, говорит, он сюда и переехал, в новый храм, его сюда, значит, прислали, он здесь служил, но ничего уже сделать не смог, потому что сначала, значит, война, потом революция, этих спонсоров, кто строил, прогнали, в общем, он ничего, но это вот отец маршала Василевского, я так удивился и думаю, как же так? Я ничего не знаю, мне никто ничего не говорит, я Михаил Ивановичу, говорит, ты слышал эту историю? Он говорит, слышал, да, это отец маршала Василевского здесь, у нас, говорит, тут все знают, что это отец маршала Василевского здесь, я пошел к главе города, говорю, слушай, там вот так и так, у тебя есть какие-нибудь архивы? Он говорит, ну какие-то есть, давай будем смотреть, я пошел в наш архив и нашел, что там служил, но ему было фамилия Василев, не Василевский был отцу, а Василев, и мне этот говорит, я когда вот Василев, это, наверное, не тот, я начал копать, что же там произошло, почему Василев, а оказывается, в 19 веке была реформа паспортная, и там решили упорядочить и дали детям-священникам и молодым-священникам, у кого не было еще паспорта и не было вот такой фамилии, дали ски-добавку, и поэтому здесь вот, я вот теперь архивы читаю, там Руберовский, Скляревский, значит, Василевский и все такие, то есть со ски, мне еще как-то говорят, там что, не евреи служили, нет, добавочкой ски была к фамилии детей священника, ну и дальше эти и пошли, и поэтому Василевский, это сын священника, но священника Василева, Василева, это я установил, но интересно, что в какой-то момент я приехал, а там не могилки, не вот я так удивился, ну вроде есть холмики, но куда крестик делся, куда чего, потом, когда туда, да, я к батюшке приехал и батюшке рассказал, я же про Наума рассказываю, и про его отношение к Василевскому, так вот, я к нему приехал и рассказал, он говорит, ой, надо обязательно восстанавливать этот храм, давай-ка его забирай, я его назначил своим подворьем, то есть там описал, только, говорит, бери с землей, чтобы земля была, чтобы там можно было разводить, а я тебе пришлю, и он тогда прислал двух монахов, мы действительно с землей взяли, значит, и вроде как общинку там начали, какую-то монашескую, но они выжить там не на что было, то есть они говорят, бочка, мы, а у меня 90-е годы тоже нищие совершенно здесь были, население нищие, голодающие, грубо говоря, я им говорю, ну, ребята, я никак вас не прокормлю, давайте с батюшкой решайте, чего как, в общем, они уехали и больше не возвратились, но мы так потихонечку все-таки нашли батюшку, который там восстанавливать начал, потом еще другой пришел, в общем, храм, правду говорю, храм вроде как действующий, но не действующий, его топить надо, то есть батюшка служит там в доме, на храм так хотя бы стоит законсервированный и, в общем-то, не портится, но вот это храм, где родители маршала Василевского, и где его отец с матушкой захоронены, вот тем чадом батюшки, кто знает, что батюшка его любил и батюшка ведь любил и даже думал, кого бы святым можно второй мировой войны назначить, и как-то раз он меня послал к Людмиле Зыкиной, Людмиле Зыкиной, она выпустили они тогда значит книгу о Георгии Жукове, у меня книга это была прямо с ее подписи, когда дом мне сожгли, она там тоже сгорела, вот, и Людмила Георгиевна была из тех, кто хотел канонизации Жукова, там и в книге это и описано, что это, и батюшка меня к ней послал, что съезди к ней, поговори, какие у них аргументы, вот, и я помню, что так к Жукову немножечко настороженно относится, и я к ней приехал, дал он мне вопросы, что вот спроси, а почему столько значит смертей у него было, ну, в общем, какие-то вопросы, но Людмилу Георгиевну очень легко их так как-то да, нет, ну-ка, жертва есть жертва, в общем, она была абсолютно убеждена, что Георгия Жукова нужно делать святым и делать символом вот этой Второй мировой войны, но я-то вижу вот такое отношение батюшки к маршалу Василевскому, и я не вижу препятствий о канонизации маршала Василевского в таком случае, действительно сын священника сам учившийся, но при этом вот видите какие победы батюшка ему отдавал предпочтение, что это он все это сделал, и получается, что ну уж никак не меньше его роль, чем роль Жукова, может, Жуков посмелее был, но то, что у него духовная такая линия, такое вот родство, или хоть и что его отец-то вот такой святой действительно иерей Василев был, это вот, на мой взгляд, достаточно для того, чтобы канонизацию маршала Василевского произвести, и я думаю, что чада отца Наума должны бы этим заняться, хотя у нас сейчас перестали вообще кого-либо канонизировать, это так странно, что воины гибнут, воины выигрываем, а святых нет, это для меня очень странно, вот так, это второй рассказ мой по этой книге «Труженик Божий», я думаю, что еще раз скажется-ка, 3, 4 или 5 дополнительных к этой книге я вам сделаю, так что ждите, здоровья вам всем, радости, приобрел я ее на Озоне, книга дорогая, на самом деле в ней действительно, как батюшка сказал, кое-что напутано и кое-что от себя, если бы писал или собирал я, то я бы вот такую сделал из того материала, вот столько бы оставил, хотя для меня интересно, когда расширяют материал другими людьми и другими судьбами, но я не думаю, что это стояла задача такая, как можно толще книгу выпустить или все, что попало значит в руки в нее вместить, я думаю, батюшке Нектарии стояла задача некий такой учебник духовности и то, что у него было накоплено вложить, он сюда вложил кое-что от имени отца Наума вложено, но это явно от имени отца Нектария, но о недостатках книги я вам обещал рассказать в конце а пока вам здоровья радости читайте молитесь Науму он святой он уже помогает находясь там я думаю, что вопрос канонизации может быть и не такой скорый но для его чата он уже решенный то есть мы давно знаем, что он святой и молится у Господа о нас здоровья всем радости Аминь Субтитры Продолжение следует...